Эти рога подарили Никите Кайманову в Закавказье. Это было еще в 1934 году. В этом музее уникальные экспонаты и фотографии, бережно собранные его сотрудниками. Гости из Казани, такие же пограничники, как и Кайманов, с удивлением слушают. Никита Фадеевич был героической личностью. Интересные факты из его жизни есть и в новой книге, написанной директором музея ФСБ Республики подполковником Равелем Кашаповым. Над ней он трудился три года, изучал редкие архивы. Автор с удовольствием рассказал ученикам девятой школы о пограничниках, чьи имена теперь узнают все. Помимо того, что Никита Фадеевич был героем Советского Союза, что рядом с ним служили наши земляки, немалое количество, и 29 человек погибло. И с тем чувством, которое они чтили память в минуту молчания, я понял, что та работа, которую я провел, она не напрасна. Изучая архивы контрразведки, всплыли еще три фамилии наших земляков. Павел Жуков, Николай Анисимов и Александр Гребнев. Они погибли еще в начале войны. Честно служили в органах контрразведки и отрядах правительственной связи. Теперь книга о них есть в музее девятой школы. Передадут ее и в библиотеку города, чтобы каждый мог узнать имена героев. Школьникам еще раз напомнили, какой подвиг совершали наши деды. И рассказали, что стать героем может каждый. О своей непростой карьере военного рассказал кавалер двух орденов красной звезды, капитан особого отдела Комитета государственной безопасности Василий Кондаков. С жестокостью войны он столкнулся в Афгане. Я попал в засаду. Один из них должен был страдать с адискар, другой мне между глаз. Машина бельнула, мне отстегнуло правое ухо. Поэтому, видите, у меня несколько дней военная прическа. Кондаков по роду службы видел убитых и истерзанных почти каждый день. Смерть в той афганской войне была привычным явлением. Дети внимательно слушают. На вопрос, зачем вы это рассказываете, Кондаков ответил. Несколько отвлекусь, скажу, что вот жена у меня, вторая, первая жена у меня зарубили с ребенком, вторая у меня разбилась на машине. Она уничтожила все мои фотографии афганские, потому что когда ты, говорит, смотришь на фотографии, у тебя по щекам текут слезы. Понимаете, забыть это нельзя. И люди должны понимать, особенно молодежь, что есть еще другой мир. Другой мир, где существует ответственность, существует любовь, существует жизнь. Вот без этого понять, я думаю, что это просто-напросто невозможно. Встреча офицеров запаса и школьников научила многому и тех, и других. Организаторы считают, пока помнят тех, кто в разные годы защищал родину, у страны есть будущее. Продолжение следует...